Всем привет! Продолжаем играть в сталкера мод фотограф. Пришло сообщение от Брауна о том, что расшифровали данные из ноутбука. Пообщаемся с ним. Полковник Браун просит нас разведать все переходы между лабораториями. А также, что немаловажно, найти выход в колхоз червоный дышло, который находится в одной из лабораторий. Также в диалоге мы увидим, что он дает код. Этот код для одной из дверей в лаборатории. Запомним его. Пообщаемся с профессором по поводу вакцины. Профессор просит раздобыть пять глазных яблок, мутировавшие свиньей. Идем стрелять. Настрелял я яблоки. Отдаем и получаем вакцину. Профессор уточняет, что немаловажно запивать вакцину водой и то, что она действует не больше 15 минут. Но, как я понял, она нам не понадобится, если мы будем находиться в защитном костюме. Так что не забываем одевать его. Так, мы в подземелье агропрома. Заранее надеваем защитный костюм и идем искать переход. Заранее надеваем. стрелка. Убиваем контролера. И идем к переходу. В Х-16 у нас две задачи. Найти переход в колхоз. Он находится здесь. Сначала ищем его. Так, переход найден. Возвращаемся обратно. Ищем переход в другую лабораторию. Он находится здесь. Лаборатория Х-18. Тремайся, Шахтар. Зараз да поможу. Здесь нам поможет код, который мы получили от полковника Брауна. Эй, Шахтар! Шахтар хорош! А именно, 83-517. Ищем следующий переход. Следующий переход находится на месте, где мы отключали выжигатель мозгов в оригинале игры Тень Чернобыля. Переходим. Мы оказались в следующей лаборатории. Нам нужно найти дешифратор на ученом, как нам сказал полковник Браун. Он находится здесь. Так, код 194-75. Идем к двери. И попадаем в знакомую лабораторию. Через переход возвращаемся на военную базу. Докладываем полковнику о выполненной операции. То, что мы разведали все переходы, нашли выход в колхоз. И получаем новое задание. Полковник просит найти наземный переход. Так как переход в лабораториях более затруднен. Ох, зря полковник торопится. Погубится ведь, ребят? Он просит нас по этому поводу пообщаться с генералом Ворониным. Идем к генералу. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Говори, спасибо, за ripe посмотреть! Говори,�� começou. Говори, сделаем так. Говори. 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 Р gewoon. У генерала получаем задание найти Ниву в аномальном лесу и пригнать ее на испытательный полигон. Все подробности перехода из леса в колхоз знает Сахаров. Давайте пообщаемся с ним. Да-да, я слушаю. Сахаров направляет нас в лес. Он говорит, что охотники могут помочь с переходом. Направляемся в лес. В лесу мы встретим старого знакомого Сутула, который за полторы тысячи долларов согласится дать нам собаку. Она должна привести нас к переходу. Напомню, полторы тысячи долларов мы сняли со стихоплет, так что не продаем их. Еще у нас были евро, но я их продал. Эти евро мы играли почти в самом начале игры по заданию ликвидации двух групп наемников. Ну что, вай-фай, пора прогуляться. Давно не бегал по лесу. Давай, давай, хороший мой. Давай. Во, дают охотнички. А я думал, что меня уже ничем не удивить. Бежим за собакой. Собака приводит нас к предполагаемой точке перехода. Гады! Поводыря угробили. Это вам за песика, суки. Убивают наемники. Не знаю, пса можно сохранить или нет. Вроде нет. С главаря наемника снимаем ПДА. В этом ПДА указывается место перехода в колхоз. На этом, я думаю, все. В следующей серии продолжим. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok